О важнейших событиях в жизни муниципалитета смотрите, как всегда, в нашей постоянной рубрике «Дайджест муниципальных новостей». Подробности в первом материале выпуска. Организация работы со служебными документами. Контроль за исполнением служебных документов. Именно так звучала тема межрайонного семинара с представителями Славянского и Красномейского районов, который состоялся на минувшей неделе. В ходе семинара специалисты обменялись положительным опытом в работе со служебной документацией. Проведение подобных мероприятий стало возможным благодаря заключенному в 2013 году между двумя районами договору о сотрудничестве. В документе обозначены такие направления, как создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, сотрудничество в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и экономики. На минувшей неделе прошла очередная 64-я сессия районного совета. Основными вопросами стали принятие главного документа муниципалитета, устава в новой редакции, отчеты о выполнении бюджета за 2014 год, также были внесены изменения в бюджет на этот год. По доходам в сумме 2 млрд 158 млн 859 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 млрд 188 млн 174,5 тысяч рублей, дефицит бюджета 29 млн 315,5 тысяч рублей. Также на сессии обсудили итоги работы контрольно-счетной палаты при районном совете за прошлый год. Всего районные парламентарии рассмотрели 12 вопросов, по каждому из которых были приняты решения. Депутатам ЗСК Дмитрием Казаченко администрации Забойского сельского поселения были выделены средства на приобретение моторных лодок для организации транспортного сообщения по маршруту Станица-Гривенская, Хутор-Деревянковка, Станица-Чебургольская, поселок Забойский. Исторически эти населенные пункты связывали переправы, и родственники и друзья с разных берегов легко могли общаться между собой. Поэтому местные жители обратились к депутату ЗСК возобновить прямое сообщение между этими населенными пунктами. Для решения этого вопроса было выделено около 200 тысяч рублей и приобретены две пластиковые моторные лодки. В итоге было организовано вводное сообщение через реку Протоку. Подведены итоги смотра конкурса названия лучшего поселения края за 2014 год. Краевая комиссия провела анализ работы органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения. Черноярковское сельское поселение Славянского района заняло второе место среди поселений Кубани в группе с численностью жителей до 5000 человек. Глава Черноярковского сельского поселения Николай Друзяко получил диплом победителя, а также финансовую награду – 2 миллиона рублей, которые будут направлены в бюджет поселения на развитие территории и решение вопросов местного значения. Все, чья жизнь была связана с охраной государственной границы, те, кто достойно нес эту опасную и почетную миссию, собрались 28 мая на торжественный митинг, посвященный Дню пограничника. Вы знаете, не могу обойти эту дату, потому что 70-летие Великой Победы мы отвечаем в этом году. Первыми приняли бой – это наши пограничники. Они действительно доказали силу, мощь, отвагу, мужество и героизм при защите своей родины. После митинга все гости могли отведать солдатскую кашу на полевой кухне и пообщаться в дружеской атмосфере. В Славянском районе в организации ветеранов-пограничников состоит 60 человек, но людей, которые служили в пограничных войсках и которые вспоминают об этой службе, более 600. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова